Здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики! Кто меня еще не знает, зовут меня Оксана Галаган. И если вы не знаете, что написать девушке, чтобы она согласилась с вами пойти на свидание, сегодня я вам расскажу топ-5 ошибок, что не нужно писать, а также приведу примеры сообщений, которые точно сработают. Они проверены на практике и сработали со мной. Но если меня смотрят девушки, то напишите в комментариях, какие мужские ошибки вас раздражают больше всего. А также если парни, напишите, что вас раздражает в общении с девушками. На пятом месте самое банальное, что только может быть. Это привет, как дела? Вы себе не представляете, как часто девушки получают такое сообщение и как оно надоедает. И парень может быть даже очень хорошим, но просто одинаковые сообщения делают этого парня незаметным. Если вы хотите быть точно замеченным девушкой, не пишите ей «Привет, как дела?». Четвертая ошибка – это излишняя откровенность. Нельзя в первой переписке признаваться, что вы девственник, что у вас нет денег или у вас какие-то заболевания. Нельзя. Да, вы хотите быть искренними, вы хотите, чтобы вас девушка полюбила таким, какой вы есть, но она не успеет. Это просто оттолкнет ее. Нельзя в таком признаваться. Третья ошибка – это пытаться ее соблазнить. Предлагайте ей секс, присылать свои фотографии с голым торсом. А еще хуже – предлагайте ей секс за деньги. Но неужели вы настолько ущербны, что с вами никто не согласен бесплатно? После такого вы сразу же получаете черный список. Девушки, напишите в комментариях, писали ли вам когда-нибудь такие гадости. Я думаю, хоть раз в жизни, ну, такое пишут, ну, всем. То же самое – это в первую переписку приглашать девушку на море, говорить, что вы все оплатите, в какое-то путешествие – это все бред. Это не делается сразу. На втором месте – это замечания, претензии, критика и разговоры о других девушках. Когда делают предложение одной женщине, то не вспоминают про другую. Это фразы типа, ну, сниму тебе пару баллов, типа, вы хотите ее этим зацепить, но на самом деле просто отталкиваете. Ну, представьте, ей пишут куча разных мужчин, они приятные, они говорят комплименты, и тут вы такой крутой решили ее оттолкнуть. Ну, вы такой ненужный. Нельзя говорить замечания, вот тебе бы немножко похудеть, и ты была бы идеальная. Все, это сразу бан, никого не слушайте, слушайте меня, я девушка, я вам говорю правду. Все мужчины, которые говорят обратное, они просто сами еще не понимают, как нужно. Не будет уважающая себя девушка общаться с мужчиной хамом, ну, не будет. А вы же хотите достойную девушку, которая себя уважает, чтобы она уважала и вас. И на последнем месте – нельзя девушке присылать свой член. Все, точка, нельзя. Я, конечно, понимаю, вам бы было это приятно, если бы девушка ответила взаимностью и тоже прислала, но нет. Это насилие. Вы спрашивали у нее, хочет она это видеть? Нет, не спрашивали. То почему вы думаете, что вы можете такое прислать? Девушки, ну, подтвердите мои слова, напишите в комментариях. Это похоже вот на что. Девушки реагируют на это вот так. Нам это не нужно. Не шлите. В следующем видео я вам расскажу, как нужно написать девушке. Приведу реальные примеры, которые сработали. Смотрите мои видео. Если они вам полезны, подписывайтесь на канал. Ставьте пальчик вверх. До новых встреч!